Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший вечерочек, с вами Криптофатив и сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа, прогнозы по биткоину, ну и также особенно разберем другие криптовалюты, ну и также высказывания Виталика Бутырина в отношении биткоин-св, он назвал это мусоркой, назвал эту монету непригодной для использования и об этом мы тоже поговорим и разберемся. Что касается рынка криптовалют, сейчас мы видим, что из всех криптовалют, которые находятся на рынке, более-менее растет Ethereum Classic и, ну, ростом это нельзя назвать, потому что только прибавка на 5% за 24 часа, но нужно учесть, что сейчас у нас такая ситуация, когда криптовалюты очень сильно откатываются, особенно те, которые росли, вот Waves откатился, рост вон был выше 4 долларов, и это вполне адекватно, почему? Потому что, в принципе, все криптовалюты, все альты росли тогда, когда рос биток, и здесь можно прослеживать манипуляцию, что выкинули действительно какую-то новость по Waves, что там инвестора, вот, влили 100 миллионов долларов, да, действительно, это может быть так, но актив просел, и, кстати, нужно учитывать, что сейчас более-менее адекватно держат свою цену, потому что, если бы Waves представлял из себя полный скам, то я думаю, что сейчас бы цена Waves была где-то 1 доллар после вот такого ралли, но, что касается других криптовалют, тоже ситуация, мы видим, плачевная, пампится какой-то щиткоин, но ничего годного пока что здесь на рынке не видать, что касается биткоина, его волатильности на одночасовике, мы видим, что объемов нету практически, сейчас мы видим, что биткоин торгуется в узком коридоре 3970, практически 3820 по, значит, диапазону, который мы видим на сегодня, и нужно учесть, что действительно, возможно, убили волатильность на некоторое время, но, что очень примечательно, то, что альты у нас падают, и в особенности сейчас Ethereum Classic, такое ощущение, что стремится на 110 долларов, в то время, как диапазон у него был еще за этот день, это 136 долларов за одну монету, а теперь 126 долларов. Что касается Ethereum, тоже убита у нас волатильность, и более того, мы видим, насколько вот Ethereum у нас спускался по цене, и сейчас стоит 126 долларов, кстати, 122 доллара за монету, сегодня мы видели, и я думаю, в дальнейшем увидим, вот тут у нас упала тень на 122 доллара, я считаю, что Ethereum будет восстановлен тогда, когда вернутся ICO, а вот что, кстати, ICO, здесь написано то, что в декабре, самое большее ICO скинули монеты Ethereum, и декабрь, это вот самый максимальный такой месяц, когда скидывали большое количество Ethereum, и, соответственно, сейчас мы видим, что с Ethereum, ну, не все так хорошо, как казалось бы, ну, Артур Хейс, CEO BitMEX, сегодня с утра заявил о том, что Ethereum ждет тест 200 долларов в течение 12-18 месяцев, и это произойдет тогда, когда на рынок придут новые ICO, и, возможно, Ethereum подготовит для них плацдарм, новый плацдарм, который будет, в принципе, доставлять удобство ICO, в то время как сейчас мы видим, что действительно с Ethereum не лады, проблемы с масштабируемостью, криптокитис не тянет, и, соответственно, от Ethereum в пользу других криптовалют, других проектов уходят, тот же Stellar возьмем, как от Ethereum все перекидываются в Stellar. Что касается Виталика Бутеллина, он заявил о том, что Bitcoin Cash SV это мусор, это мусорная монета, которая ничего нового не предлагает, просто расширит блок, и, в принципе, больше на этом мы ничего нового не увидим, и также он заявил, что у меня нет разногласия с дорожной картой биткоинов, Proof of Work и так далее, но они пытаются сделать что-то действительно классное. А Bitcoin Cash SV это чистый мусорный контейнер, заявил он у себя в Твиттере. Ну, также нужно учитывать, что как от этого сообщения в Твиттере от Виталика Бутеллина отреагирует Крейг Райт, пока что он не отреагировал. Ну, и, кстати, Виталик Бутеллин до этого заявлял о том, что Крейг Райт является мошенником, и призвал других и знать, и отвергать его. Ну, посмотрим, как это будет, но то, что сейчас, в принципе, Ethereum от спекулятивного инструмента Bitcoin Cash SV ничем не отличается, это видно, то, что здесь опять-таки вливаются деньги, то, что Ethereum дал X2, и практически для этого не было почти никаких причин, кроме как альфа-теста Raiden. И на данный момент можно заявить, то, что практически все криптовалюты из себя представляют мало чего полезного, и все они валятся по отношению к биткоину. Ну, и также ложь, плагиат и другие нарушения были обнаружены более в чем 15% публикаций ICO, и, соответственно, ICO, которые есть сейчас на рынке, ничего не представляют из себя. И здесь говорится о том, что результатами исследования 513 документов ICO виновны в плагиате других, и из этих проектов более половины их веб-сайтов недоступны, а более 30% в настоящее время изучаются регулирующими органами. Кстати, что касается биткоинов, у пользователей кошельков Electrum украли 200 биткоинов, и также нужно заявить, что если ваши биткоины хранятся на бирже или каких-то облаках, блокчейн.инфо, то это не ваши биткоины. Вы лишь имеете доступ к аккаунту и переводу этих биткоинов. Но вы не владеете wallet.dat, вы не имеете его зашифрованным, и, естественно, таким образом этот wallet.dat вам не принадлежит, то есть все эти ключи шифрования. И таким образом вы потеряете легко свои биткоины, если храните их на каком-то облачном хранении. Ну, а если мы говорим о неудобствах, и неудобства стоят в том, чтобы синхронизировать блокчейн, да, действительно, это так. Вы должны выбрать биткоин-кошелек, биткоин-кору, Windows, скачать его и синхронизировать. Синхронизация будет у нас длиться примерно 7 дней. Все это синхронизируется с 2011 года, если мне не изменяет память. Я считаю, что нужно не пренебрегать, а, собственно, сделать так, чтобы ваши биткоины были вашими биткоинами, и чтобы вы могли пользоваться ими в будущем. Потому что биткоин может вырасти до 50 тысяч долларов. Вы сейчас пренебрегли, вы сейчас храните их на непонятной бирже, и через некоторое время этих биткоинов не станет. Почему? Потому что даже вот этот флешмоб, который будет 3 января, где пользователи будут выводить свою криптовалюту и биткоины, это уже говорит о том, что, в принципе, это подвергает риску некоторой бирже. Если у вас хранится криптовалюта, то вы просто можете проспать в момент, когда биржа просто скомонет или не будет выдавать ваши биткоины, так называемые. Хотя это не ваши биткоины, это доступ к вашему аккаунту, который имеет биткоины, но сами вы биткоины не имеете. Имеет биткоины биржа. И это очень важно понимать. Ну и также здесь кошельки Electrum, они из себя представляют мультивалютное предложение, где вы можете хранить также другие криптовалюты. И по словам, хакер установил кучу вредоносных серверов. Если кошелек Electrum подключен к одному из таких серверов, то при осуществлении исходящей транзакции пользователи видят якобы официальное сообщение об ошибке. В нем также говорится о необходимости обновления кошелька и предлагается переход по мошеннической ссылке. Очень похожая ситуация была с Йотой, когда люди не знали, где хранить Йота, такая криптовалюта. И у нее был кошелек на гейтхабе. Вы, значит, этот кошелек скачиваете. Вы должны придумать сам вот этот пароль, который у вас будет. Но так как многие не думают, да, просто думают, ну, блин, ничего я буду заморачиваться с этим паролем. Он огромный. Там нужны символы, цифры, буквы, заглавные, большие, маленькие. И, соответственно, они брали, переходили на сайт, который генерирует этот пароль. Просто брали, генерировали и, значит, копировали в кошелек. После этого, когда они переводили свою криптовалюту по имени Йота в этот кошелек, через время эти, значит, монетки пропадали. Почему? Потому что генерировали люди свой пароль со стороннего сайта. А это очень важно. Ну, а, кстати, что касается, значит, того чувака, который предсказывает биткоин. Его имя DaVinci15. И он заявил о том, что два года потребуется для того, чтобы биткоин начал разворот. То есть, два года биткоин будет находиться на дне. И практически это неизбежно. Давайте посмотрим и послушаем, что говорит он в интервью. Он говорит о том, что следующие 16 месяцев мы будем на дне. То есть, волатильность биткоина и всех криптовалют, она будет просто убита. И мы будем лежать на дне. И все это будет происходить до того момента, покуда люди не выйдут с рынка. И их просто вот так вот не вытравят. И пока они не разочаруются. Покуда биткоин будет в тренде, покуда о нем будут говорить, это не будет являться хорошим сигналом для того, что якобы начался разворот. Ну и для того, чтобы возобновилось движение наверх, нам потребуется в общей сложности два года, заявил он. Ну, что касается его лично канала, называется он DaVinci 15. Вот такой небольшой пиар. Можно заявить о том, что парень действительно шарит. Но дело в том, что здесь особо даже и шарить не нужно. Дело в том, что да, действительно, чтобы биткоину развернуться, ему нужно убить интерес к себе. И нужно вытравить тех пассажиров, которые даже заходили в биткоин на 15, 10, 6 и возможно даже 4, а то и даже 3 тысячи долларов в будущем. Поэтому здесь у нас производятся видеоролики, которые посвящаются тому, что да, действительно, такое будет. И то, что биткоин дальше пойдет еще выше. Он также говорил об этом в одном из видеороликов. Ну и также старые видеоролики говорят о том, что да, человек действительно шарит. И, кстати, 3 года назад он говорил о токене XRP, который сейчас занимает второе место по капитализации. А его абсолютные хайи капитализации всей монеты составляли около 150 миллиардов долларов. То есть можно сказать, что чувак однозначно шарит. И XRP на тот момент для него это был не просто токен. И, наверное, все-таки сейчас тоже таковым не является. XRP, возможно, для него является токеном, который также нужно иметь в своем портфеле. И также это можно увидеть, потому как, собственно, многие западные ютуберы топят за эту криптовалюту. Можно сказать, что преимущественно сегодня двигались, конечно же, монеты по кошелькам, нежели стейблкоины. И сейчас мы видим, что двигались XRP и биткоины на другие кошельки. Ну а с вами был CryptoFive. Всем удачи и всем пока!